Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем, что интересного произошло в Самаре на этой неделе и вот чем особенно запомнились уходящие дни. По последнему слову техники в Самаре на пятой просеке построят школу мечты. Доработали все детали. Проект городского бюджета на 2020 год принят городскими депутатами. Исполнили мечты почти 9 тысяч детей. В Самаре вновь появились елки желаний. Самарская область абсолютный лидер в ПФО. За успешную работу регион получит в следующем году почти полтора миллиарда рублей. На что конкретно направить дополнительные деньги глава региона будет решать вместе с жителями. Это может быть строительство детских садов, школ или благоустройство мест отдыха. Слово Мэри Елчан. Светлана Плотцева работает педагогом 10 лет. Последние два года в Самарской 132 школе учителем химии и биологии. Делится, узнав о дополнительно выделенных средствах для региона, сразу подумала о том, как в Самаре необходимы новые школы. Я как работник в сфере образования, наверное, естественно, хочу сказать, что школ хороших, оборудованных, современных на данный момент не хватает. Поэтому, наверное, лучше еще одну школу на большое количество мест. Такую высокую оценку деятельности наша область получила, безусловно, за счет деятельности Дмитрия Азарова, нашего губернатора, который в 2018 году разработал стратегию лидерства. И многие не верили в то, что она принесет свои плоды, но уже сейчас область получает финансирование дополнительное. То есть первый шаг на пути к будущему уже сделан. Самарская область вошла в пятерку российских регионов, получивших наивысшую оценку деятельности от президента страны и абсолютный лидер в ПФО. За успешную работу 63-й регион получит в следующем году почти полтора миллиарда рублей. Как потратить эти средства будут решать вместе с жителями. То, что губерния получила эти деньги, уже говорит о том, что губерния достаточно успешно развивается. И я убеждена, что эти деньги будут тоже распределены правильно, грамотно и в интересах всех жителей Самарской области. Регионы оценивались по восьми критериям. Среди них наличие высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетной сфере и средняя зарплата, уровень образования, ожидаемая продолжительность жизни при рождении и естественный прирост населения. Это ровно то, о чем мы с вами не просто мечтали, а то, что мы с вами проектировали в прошлом году. Формирую обновленную стратегию развития региона, стратегию лидерства. Самарская область не может быть середнячком среди регионов России. И сегодня мы делаем первые, но очень уверенные шаги для того, чтобы вернуть звание лидеру региона, которые мы утратили, к сожалению, в предыдущие годы по многим и многим позициям. Гранты регионам, достигнувшим лучших показателей, распределяли на заседании правительства страны в конце ноября. Всего в список попало 50 регионов. Сегодня уже никто не приедет к нам из других регионов и не будет учить нас, как работать. И говорить о том, что здесь, в Самаре, работать не умеют. Будут приезжать и советоваться. А где-то и учиться у нас. Это ко многому нас обязывает. И, конечно же, мы понимаем, что смотреть на нас будут иначе. А значит, и конкуренция за масштабные проекты, за новых инвесторов, за лучшие умы и талантливые руки будет еще жестче. Но я уверен, что совместной слаженной работой мы справимся. Потому что вместе мы можем больше. Губернатор выразил уверенность, что такая совместная работа приведет к успеху. И все, что запланировано в стратегии лидерства, будет успешно реализовано. Мэри Илчан, Константин Головин, Николай Епифанов, События. Школу, о которой можно только мечтать, построят в Самаре уже в следующем году. На пятой просеке. Это проект самарских дизайнеров. И в нем использован опыт строительства самых передовых школ России. Учли и пожелания родителей. Елена Малютина посмотрела эскизы и сама захотела вернуться в школу. Пока здесь, на пятой просеке, неподалеку от дачи Головкина, пустырь. Но совсем скоро появится трехэтажная школа. Проект уже готов. Пятиметровая сцена в актовом зале. Кабинет музыки с шумоизоляцией. Медицинский и пищевой блок по последнему слову техники. Кабинеты логопеда и психолога. Несколько помещений под библиотеку с читальными и лекционными. Тренажерные, хореографические залы. Противоскользящие полы и даже опорные колонны с антитравматическим покрытием. Для мальчиков – столярная и слесарная цеха. Для девочек – швейный и кулинарный. Не школа, а фантастика. Несколько лет назад, а такое можно было только мечтать. Кабинеты по 73 квадратных метра. Спортивные залы с антитравматическим покрытием. Лифты для маломобильных людей. Все продумано до мелочей. Жители Октябрьского района, одного из самых густонаселенных с нетерпением, ждут новую школу. Она поможет разгрузить уже существующее. Самарские дизайнеры, создавая проект, использовали опыт строительства самых передовых школ России. Учли пожелания и родителей. Но в первую очередь позаботились о безопасности детей. Предусмотрели широкие пожарные проезды и охрану по последнему слову техники. Конечно, приятно, что нас слушают. Конечно, приятно, что нам сказали, что мы выберем цвет. Что учли пожелания вплоть до ширины актового зала. То есть до сцены, до ширины. Естественно, конечно, танцующие, у кого девочки, так как у меня мальчики занимаются спортом дюдо, нас актовый зал так не затронул. Конечно, для танцующих девочек это все, конечно, интересно. Но в первую очередь, что пожарная безопасность, что пожарные проезды будут, что будет видеокамера, что будет где-то хорошая входная группа с турникетами, с пропускным режимом. Это максимально важно. Нам рассказали, показали. Это будет просто, конечно, фантастика. Современная школа, безопасная школа с удобными подъездами, с дополнительными услугами и для творчества. Там актовый зал, спортзал. Все. Ну, потрясающе. Мы очень счастливы. Мы ждем. Ждем с нетерпением нашу школу. Новое учебное заведение построят благодаря национальному проекту образования. Строительство новых школ и садов – приоритетное направление региона. Строители, которые приходят как подрядчики, их научили понимать, что вы строите для самого дорогого, что у нас есть, для детей. Поэтому должны применяться самые современные технологии. Это вот то, о чем вы говорили. Это бесшумное, бесшовное, бесскользящие и много-много другое. Новую школу планируют сдать уже 31 декабря 2020 года. Елена Малютина, Григорий Пляшаков. События. Изменится судьба и еще одной самарской школы. Новые окна, фасад и многое другое появится в 51-й школе в Рубежке. Ближайшее время. Родительский комитет написал письмо о своих проблемах главе Самары Елене Лапушкиной. Теперь учебное заведение обрело нового попечителя. За круглым столом с учителями и родителями наболевшие вопросы обсудила руководитель городского департамента образования Елена Чернега. Сергей Кизоркин услышал и записал ответы. Новые пластиковые окна в классах. Их поставят уже в этом месяце. Весной 2020 года отремонтируют и утеплят фасад. Такие перемены ждут 51-ю школу в поселке Рубежный. Родительский комитет и учителя написали о своих проблемах письмо главе города. Елена Лапушкина отреагировала моментально. В школу приехала комиссия городского департамента образования. Выводы сделаны однозначные. Школу нужно приводить в порядок. Ремонт должен быть комплексный, подход комплексный. И никогда не должен принимать руководитель учреждения самостоятельное решение. Потому что я считаю, здесь надо услышать все стороны образования участников образовательного процесса. И вот в данном образовательном учреждении мы приехали действительно с родительской общественностью, с родительским комитетом, с администрацией школы мы обсудили, выявили те проблемы, которые существуют. В школе приведут в порядок системы отопления и канализации, да укомплектуют современным оборудованием столовую. Кроме того, подрядчик должен устранить недочеты, которые допустил при ремонте крыши. А еще у школы нет своего автобуса. Городские власти обещают помочь и в этом случае. Существуют проблемы, их нужно решать. И решение будет. Елена Борисовна уже сказала о том, что выделены средства, будут до нового года поставлены оконные блоки. Два года назад в школе отремонтировали актовые спортивные залы. В этом учебное заведение получит подарочный сертификат на приобретение мультимедийного комплекса, чтобы культурно-массовые и спортивные мероприятия проводились на высшем уровне. Родители не ожидали такого дорогого подарка. Наши потребности, в принципе, были услышаны. Спасибо нам. Надеюсь, будут сделаны фасады, оконные блоки, оборудованные классы. И наши дети будут получать достойное образование в стенах этой школы. Все этапы преображения 51-й школы определены. Городские и областные власти будут строго их контролировать. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. На этой неделе городскими и областными властями принято сразу два важнейших документа. Бюджет Самарской области и бюджет Самары на 2020 год. Оба финансовых документа сверстаны бездефицитными. Общий объем доходов областной казны на будущий год составит почти 185 миллиардов рублей. Из них 70% пойдут на социальные расходы. Кроме того, регион может рассчитывать на поступление из федеральной казны. Сохранит социальную направленность и городской бюджет. Более половины из 18 миллиардов будут направлены на образование, социальную политику, транспорт и сферу ЖКХ, культуру и спорт. В цифрах городского бюджета разбиралась наша съемочная группа. 18 миллиардов 60 миллионов рублей. Столько денег поступит в городскую казну Самары, столько и потратят в следующем году. Бюджет будет бездефицитным. При этом 15,5 миллиардов – собственные средства города, остальное – деньги вышестоящих бюджетов. Проект главного финансового документа города принят депутатами Думы во втором и окончательном чтении. В целом бюджет города сохранил свою социальную направленность. Основная доля расходов предусмотрена по таким направлениям, как образование, ремонт дорог, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, социальная поддержка отдельных категорий граждан. Общая сумма средств, которые на это потратят, составляет около 73% всех расходов бюджета. А это значит, что мы с вами в следующем году выполним больше, повысим зарплату, социальные пособия. Именно такие цели ставит перед нами президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Именно такие цели ставит и губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Я надеюсь, что и мы с вами с этими задачами тоже справимся. Почти один миллиард рублей запланировано на реализацию национальных проектов и федеральных программ. Так, по нацпроекту «Демография» предусмотрены деньги на строительство детских садов в Куйбышевском, Октябрьском, Промышленном и Кировском районах. Заложено финансирование на завершение строительства школы на 1200 мест в микрорайоне Новая Самара, которую уже начали возводить в августе этого года. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в следующем году начнется реконструкция улицы 22-го партсъезда. Продолжится реконструкция заводского шоссе. Деньги направят на социальные выплаты и льготы, оказание материальной помощи пенсионерам, инвалидам и ветеранам и переселение людей из аварийного жилья. Сегодня уже с утверждением бюджета могут формироваться конкурсные комиссии. И ничто не мешает по расходной части проводить конкурсные работы, торги и с началом сезонных работ начинать воплощать эту жизнь. Работа с бюджетом 2020 года не закончена. В дальнейшем документ будет дорабатываться, чтобы как можно оперативнее решать наиболее острые вопросы. Кроме того, ожидается традиционная поддержка из вышестоящих бюджетов. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Платить карты будет выгоднее. С 1 января стоимость проезда в общественном транспорте может увеличиться. Всего на 1 рубль, при условии безналичного расчета. А для тех, кто платит наличными, будет отдельный тариф. Вопрос о необходимости индексации стоимости проезда рассмотрели в городской администрации. Сформированные предложения традиционно сначала представили общественности. На рабочее совещание пригласили депутатов, представителей городской общественной палаты и Федерации профсоюзов Самарской области. Наш корреспондент изучил, в какую сумму обойдется проезд. Параллельно с инфляцией на 3,6%. Городские власти предлагают повысить тариф на проезд в общественном транспорте. В таком случае стоимость проезда будет 29 рублей, при условии оплаты безналичным способом. А для тех, кто платит наличными, отдельный тариф – 32 рубля за билет. Эта мера позволит постепенно перейти к полной безналичной оплате проезда. Сейчас только треть пассажиров платят живыми деньгами. В основном это либо гости города, либо те, кто редко пользуется транспортом. Мы думаем, что в следующий как раз в году вот этот 35-процентный порог людей, которые сейчас ездят за наличный расчет, он постепенно будет переходить в безналичную зону. Тем более, что практически у всех граждан есть и транспортные карты, и банковские карты. И эти сервисы мы достаточно активно развиваем. На те же 3,6% увеличится и тариф безлимитной транспортной карты. Ее стоимость составит 1865 рублей. Пассажирам удобнее совершать неограниченное количество поездок в течение месяца. И чем больше их в месяц, тем дешевле одна. Например, при 90 поездках в месяц один билет обойдется немногим дороже 20 рублей. На 1 рубль планируется увеличить и стоимость разовой льготной поездки по карте школьника. По студенческой карте льготная поездка будет обходиться в 16 рублей. Безлимит оценят 800 рублей. Безналичный расчет не только улучшает работу всей банковской структуры. Это и уход от коррупции. Это быстрота обслуживания пассажиров. Понимаете, вот мы зашли, раз карту приложил, билет получил. Следующий. Это не надо сдачи давать, искать и так далее. Это все гораздо удобнее. Абсолютно убежден, что мы и впредь перейдем на эту систему в более масштабном варианте. Но что особенно важно, без изменений остается социальная карта для пенсионеров и льготников. Стоимость такой сезонки все так же будет 270 рублей. Кроме того, власти рассмотрят возможность адресной помощи социально незащищенных слоев населения. Будет обсуждаться вопрос о предоставлении бесплатного проезда детям из многодетных семей, которые не могут себе позволить частые поездки на спортивные или творческие занятия в центре дополнительного образования. Наши предложения, чтобы в заявительном характере, скажем, те, кто нуждаются из многодетных семей, обращаются в профильный департамент. Сейчас этот вопрос взят на проработку и получают транспортную карту специальную, адресную, которая позволяет передвигаться бесплатно на неограниченное количество поездок. Эти тарифы предлагаются заморозить на ближайшие два года. Давайте мы рассматриваем вопрос о том, что тариф мы рассматриваем на два года. Последний раз стоимость проезда менялась 1 января 2019-го. Благодаря этому за минувший год удалось выделить деньги на увеличение заработной платы работникам ТТУ и погасить долги муниципального предприятия, увеличить автобусный парк, построить правый трамвайный поворот от 15-го микрорайона к Самаро-арене, что стало еще одним шагом к созданию у стадиона транспортно-пересадочного узла. Развивать эти направления продолжат и в 2020 году. Кроме того, обновят подвижной состав, запустят электробусы и закупят вагоны метро. Сегодняшнее заявление администрации о повышении тарифов на 1 рубль, оно практически выводит предприятие в будущем на безубыточную работу. Отмечено, что даже при условии индексации, цены на проезд в Самаре останутся одними из самых низких по сравнению с тарифами в других городах ПФО. После обсуждения с представителями общественности этот вопрос рассмотрят на городской тарифной комиссии. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов, События. Праздник все ближе. На главную елку Самары на этой неделе установили звезду. Еще совсем немного, и площадь Куйбышева будет полностью украшена и готова к предстоящим праздникам. За подготовкой проследила Мария Левина. Первые годы после революции новогодняя елка считалась буржуазным пережитком. А в начале 30-х годов и вовсе грозила советскому человеку многими неприятностями вплоть до увольнения с работы. Этот праздничный атрибут находился под запретом вплоть до 35-го года. Но потом неожиданно вспомнили, что даже Ленин бывал на детской елке в Сокольниках. Их войную красавицу реабилитировал лично Сталин. Современные же горожане не представляют главный зимний праздник без ели. С появлением в городе украшений настроение сразу улучшается, признаются самарцы. Чувствуется приближение нового года? Ну вот, глядя на все эти украшения, конечно, чувствуется. Мы вот на Ленинградской живем, там уже тоже мишка стоит, красивые очень, часы. Город становится красивый, елки красивые по всему городу, оконечки. Стране сразу другое праздничное. Елочный комплекс из семи искусственных деревьев уже установлен и частично украшен. Главная красавица высотой 25 метров установлена. Кроме игрушек здесь будут медиагирлянды, а тема этого года пока в секрете. Сейчас монтажники вешают гирлянду с 14 тысячами пиксельных шаров на центральную елку. Ну и, конечно, главное украшение – звезду. Сейчас гирлянды повесим. Нормальное настроение, рабочее. Ну, праздник-то чувствуется. Праздник, конечно, чувствуется для горожан. Сама елка будет красивая. С праздником будет хорошо поздравлять. На площади появятся ледяные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Свои двери откроет и резиденция главного зимнего волшебника страны. Там можно будет загадать желание. Вскоре здесь соорудят деревянную горку и катки. В этом году их два. Один для хоккея, на другом смогут прокатиться все желающие. Новогодние гуляния на площади начнутся 31 декабря в 10 вечера. Мария Левина, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Сезон новогодних чудес открыт и для детей из детских домов. Свои самые заветные мечты они написали в письма, которые украшают вместе с шишками и игрушками специальную елку желаний. Стоит дерево с мечтами в департаменте опеки и попечительства. Каждый самарец может снять одно такое письмо и подарить ребенку новогоднее чудо. Это городская традиция, которой исполнилось уже 12 лет. Как на один день стать Дедом Морозом или Снегурочкой узнала Мэри Елчан. Дед Мороз садится в сане, позовляет детей в сане. Всем подарки развезет, ведь приходит Новый год. Восьмилетний Артем Сируканов мечтает стать футболистом. И профессиональные бутсы ему очень нужны. О чем он и написал Деду Морозу. Мальчик проживает в центре Иволга уже два года. Там находятся дети, оставшиеся без попечения родителей. Сегодня Артем вместе с другими воспитанниками открыл ежегодную акцию «Елка желаний». Больше всего мне понравилось украшать елку, рассказывать стихи про всех. На протяжении 12 лет в городском департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки устанавливается елка. Украшают ее новогодними открытками, в которых маленькие самарцы с непростой судьбой пишут о своих мечтах. Я убеждена, что все желания с этой елки исполнятся, потому что у нас в Самаре живут замечательные, добрые, отзывчивые люди, которые готовы делиться радостью и быть помощниками Деда Мороза. Всего за эти годы в добрые акции приняли участие 30 тысяч жителей Самары. Они осчастливили почти 9 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году в планах подарить новогоднее настроение еще 500 малышам. Каждый гражданин, который приходит, он берет открыточку, мы обязательно записываем, кто эту открытку взял, записываем телефон и обязательно отслеживаемся, чтобы не получилось, что открыточку ребенок повесил, а подарок какой-то не дал. Но такого у нас за 12 лет не бывает. В очередь к елке желаний выстроились и в городской думе. Там письма от воспитанников из Центра помощи детям имени Бориса Фролова. Каждый год депутаты лично отвозят подарки в детский дом. Мы приобретем вместе с Дедом Морозом эти подарки, но не просто мы их передаем, а уже традиционно выезжаем большим коллективом от дома, поздравляем. У нас такой большой хороший праздник вместе с коллективом, с детьми. Это будет общее мероприятие, мы туда приедем. Надежда получит сертификат на посещение салона. После этого в удобное для нее время она сможет посетить салон и осуществить свое желание. Поддерживают депутаты ребята в течение года. Для футбольной команды детского дома закупили форму. А чтобы дети видели, как играют профессиональные футболисты, их вывозят на спортивные матчи на стадион Самара-Арена. Стать волшебником и исполнить чью-то мечту может каждый житель Самары. Для этого нужно прийти в департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города и снять с елки желаний вот такую открытку. Мэри Елчан, Константин Головин, События. К новогодним праздникам готовят и склон площади Славы. Светящиеся снежки, пирамиды и волны. Общий вес украшений 4 тонны. Светодиодный фонтан получится не только красивым, но и энергоемким. Когда он засияет всеми новогодними цветами, знает Елена Малютина. Сказочное убранство весом 4 тонны. Эту каскадную световую конструкцию привезли сюда 3 длинномера и 1 зил. Пока задумка дизайнеров только воплощается в жизнь. Сотрудники Самара-Горсвет монтируют металлический каркас. По нему будут спускаться алюминиевые конструкции в виде волн. На них установят светодиодные ленты длиной 200 метров. По словам специалистов, масштаб проекта поражает. Эта инсталляция одна из самых больших, которые когда-либо монтировали в городе. Более такой обширный, масштабный, более большой при установке. И довольно сложный при установке. Конструкция тяжелая. Но интересно, конечно, как это будет все выглядеть. Уже поскорее бы зажечь это все. Светящиеся снежки, пирамиды и волны придумали дизайнеры из Санкт-Петербурга. Фонтан получится не только красивым, но и энергоемким. Что соответствует требованиям программы «Умный город», который реализуется по национальному проекту «Жилье и городская среда». Несмотря на внушительные габариты, световой фонтан будет потреблять всего 300-400 ватт, как четыре лампы накаливания. Праздничным сиянием склон площади Славы озарится уже 15 декабря. Горожень такого не видели. По размеру он очень большой. Видите, он 200 с лишним метров длиной. Шириной более 10 метров. И будет очень красивый. Пока это просто заснеженный склон, а в скором времени он превратится в сказочный сияющий дворец Снежной королевы. Вот такой светодинамический фонтан будет привлекать внимание горожан. Новогоднее настроение уже появилось у самарцев, которые внимательно следят за преображением города. Украшения создают праздничное настроение. Это приятно для жителей и гостей города. Я проезжала на трамвай после музея Алабина. Там тоже матрешка такая красивая стоит, снеговик на санках красивый. Все светящее создает хорошую атмосферу. Сейчас вот на деревьях светодиоды прям гулять хочется. Так что у нас вообще в самом деле молодцы. Площадь Куршу вообще молчу. Молодцы. Всеми новогодними цветами самара засияет в ближайшее время. В большинстве районов города украшения уже смонтированы. На площади Куйбышева осталось собрать резиденцию Деда Мороза. После этого и там зажгут праздничные огни. Елена Малетина, Василий Колдашов. События. Такой нам запомнилась уходящая неделя. Удачи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин